Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хыван. Поговорим мы сегодня с вами о опасных заболеваниях растений, которые обещают расцвести пышным цветом в сезоне 2020 года. Ведь зимы фактически у нас не было. Теплая погода, даже теплая погода марта абсолютно на месяц, а то и полтора, опережающие свои такие календарные сроки, способствуют сохранению, размножению и агрессивности всевозможных болезней растений. Одной из наиболее опасных инфекций винограда является мучнистая роса или аидиум. Если я скажу, что нашел для вас, существует какое-то одно решение по борьбе с аидиумом винограда, то, конечно же, я буду неправ, потому что борьба с этим заболеванием должна быть очень и очень комплексной. И в связи вот с такой теплой, действительно теплой погодой борьба должна начинаться уже сейчас. Аидиум зимует на ветвях, он зимует на растительных остатках, на листьях, которые остались под растениями. Он также зимует в почве. Поэтому обработке и вниманию должны подвергаться вот прям все комплексно, и лоза, и почва, и все-все-все, что окружает виноград и сам виноград. Один из наиболее важных приемов по защите винограда от аидиума – это, конечно же, мульчирование. Мульчирование создаст защитный слой между почвой и лозой таким образом защитит от попадания патогенов из почвы с капельками влаги, от дождя, с пылью вместе, от попадания на листья и развитие дальнейшей инфекции. В обязательном порядке необходимо проводить искореняющие обработки до распускания почек с помощью препаратов железа и меди. На нашем канале вы найдете множество рецептов, связанных с использованием медных железных препаратов, их комбинаций против заболеваний растений. Вы можете использовать любой из них. Однако комбинация препаратов меди и железа, как мы предлагали это для малины, является в случае винограда до распускания почек одним из наиболее эффективных для сдерживания аидиума. Это связано с созданием водостойкой такой плотной пленочки на поверхности ветвей, которая проникнет во все трещинки. Поскольку вот ветви винограда, они ведь такие очень чешуйчатые, отслаивается кора немножко, и везде, везде, везде могут находиться возбудители этого заболевания. Поэтому очень важно, чтобы препарат туда проник надолго, там остался и длительное время действовал, не повреждая в то же время растения. Обработку можно начинать просто в безморозный период и продолжать до начала распускания почек. Еще одним очень эффективным средством против мучнистой росы на винограде является использование серосодержащих препаратов. И если такие препараты, как теавиджет, коллоидная сера, имеют ряд серьезных ограничений по использованию, это, например, сроки внесения, обязательно использование мыла для эмульгирования вот этих кусочков, мелких кусочков серы и так далее, температура должна быть обязательно высокая, есть риски серьезного повреждения листьев вот этих препаратов, то препарат ПФК Лерос, он уже содержит серу в жидком виде, в таком очень хорошем состоянии, когда пользоваться им можно очень широко не только на винограде, на смородине, крыжовнике, на многих других растениях. Растениях не являясь токсичным, практически токсичным для человека, не накапливаясь в продукции, он очень хорошо, очень хорошо сдерживает развитие мучнистой росы на всех садовых, цветочных и прочих культурах, в том числе и на винограде. Работать им надо, когда уже молодые листочки появились полностью в соответствии с инструкцией к этому препарату. Кроме того, он очень хорошо придерживает развитие паутиного клеща, поэтому используйте этот препарат у себя в саду и в огороде очень и очень широко. У нас есть выпуск об этом препарате, если вы хотите узнать о нем больше, обязательно его посмотрите. Очень важным также является использование нетоксичных препаратов на основе растительных или минеральных масел, но все-таки мы на нашем канале являемся приверженцами природного земледелия, и мы стараемся давать такие технологии, которые наносят минимальный вред окружающей среде, поэтому отдаем предпочтение растительным маслам. Поэтому мыльно-растительного масла, такие эмульсии, растительно-масляные эмульсии с мылом, являются очень эффективными для сдерживания развития этого заболевания. Ну и обрабатывать такими эмульсиями надо в течение всего вегетационного периода, допускается обрабатывать ими и по плодам, необходимо обрабатывать верхнюю и нижнюю часть растений. Кроме того, такие эмульсии мыльно-масляные с растительным маслом сдерживают развитие также, и многих вредителей, таких как трипс, тли и многие другие мелкие вредители, которые также досаждают винограду. И, конечно, на нашем канале мы не могли обойти вниманием такую важную категорию средств защиты растений, как биопрепараты. Среди них имеются препараты бактериальные на первом месте, конечно же, это препараты сенной палочки, а также препараты, содержащие триходерму. Имея в распоряжении лабораторию, и работая в этой лаборатории вместе с юными исследователями, мы, конечно же, провели очень серьезные и достоверные исследования по эффективности различных биопрепаратов против этого заболевания. Что ж, пойдемте в лабораторию и посмотрим на результаты. Что ж, благодаря активности и участию наших подписчиков, они предоставили нам образцы винограда с признаками заболеваний, в том числе аидиума, и не только аидиума, и других болезней, о которых мы обязательно поговорим в наших будущих выпусках. Имея вот эти образцы, посмотрите, болезней, мы смогли, хотя это было очень сложно, выделить патогена именно аидиума. Для того, чтобы проверить эффективность биологических препаратов, мы взяли несколько препаратов сенной палочки, я вам их сейчас назову. Мы взяли такие препараты, как аллерин, фитоп, фитодопомога. Также мы взяли препарат, выделили сенную палочку из препарата споробактерин. Также взяли такое масло кыш-вредитель, там тоже сенная палочка была. Также взяли препарат бактофит, обязательно взяли препарат бактоген. И штамм D26 из такого препарата, известного как фитоспорин. Мы их всех проверили, и оказалось, что только 4 препарата обладают хоть какой-то минимальной активностью в отношении возбудителя мучнистой росы винограда. Такими препаратами оказались фитоп, бактофит, фитоспорин и бактоген. Для того, чтобы проверить, насколько они хороши, мы их посеяли все на одну чашечку вместе с возбудителем этого заболевания. Специальные среды делали, готовили для того, чтобы и бактерии, и этот патоген могли здесь вместе жить. И посеяли. И вот посмотрите, здесь очень хорошо видно, ну, во-первых, что характер роста этой сенной палочки разный. Но это правильно, потому что сенная палочка, входящая в эти препараты, она очень разная, как яблоня, дичка и какое-нибудь огромное сладкое яблоко из Аргентины. Вот так различаются штаммы сенной палочки. И вот посмотрите, что действительно сильным антагонизмом отличаются препараты фитоп и бактоген. И если померить вот здесь вот расстояние между краем вот этой вот бактериальной бляшки и мицелием гриба, нарастанием гриба, то, конечно же, бактоген показывает самый лучший результат. А вот штамм D26 из препарата фитоспорин и из бактофита, ну, к сожалению, они немножко сдерживают в самом начале, а потом всё-таки через какое-то время сдают свои позиции и уже, можно сказать, перестают держать. Хотя активность у них тоже есть. Поэтому можно пользоваться препаратом фитофлорез и вот этим самым бактогеном. Кроме того, мы также проверили эффективность двух видов триходермы. Это триходерма зелёная из препарата триходерма вериды и также триходерма из препарата глиоклодин, триходерма харцианум. Что можно сказать по этому поводу? К сожалению, триходерма харцианум из препарата глиоклодин совершенно не оказала никакого воздействия на возбудителя аидиума. Поэтому её я не рекомендую использовать для борьбы с этим опасным заболеванием винограда. Ну, а что касается триходермы зелёной, хоть она и не обладает антибиотической активностью, как, например, препарат бактоген, он обладает конкретной антибиотической активностью в отношении возбудителя аидиума. А вот триходерма зелёная, не обладая антибиотической активностью, в то же время показывает способность к паразитированию на этом грибе. Вы можете увидеть вот здесь, как уже триходерма зелёная начинает наползать на вот этот вот белый мицелий аидиума и начинает на нём паразитировать. Таким образом, можно дать две простые рекомендации по использованию биопрепаратов против мучнистой рассы на винограде. Это делая мощную мульчу, делая мульчирующую подушку, обязательно обработайте её препаратами триходермы, вериды триходермы зелёной. Ну а по лозе и по листу, пожалуйста, чередуйте ПФК ЛЕРОС препарат с препаратами на основе сенной палочки активных штаммов. Срок ожидания между применением препарата ПФК ЛЕРОС и использованием сенной палочки составляет примерно 3 дня после обработки ПФК ЛЕРОС, через 3-4 дня, даже через 3 дня летом уже можно использовать препараты на основе сенной палочки. Что касается, если вы обрабатываете мульчу с помощью триходермы, то достаточно 1-2 раз за сезон проработать поверхность почвы и уже не использовать каких-либо других препаратов для обработки почвы и мульчи. Триходерма там хорошо приживётся, вы можете использовать солому, вы можете использовать сено, вы можете использовать опилки, ну с обязательной пропиткой, например, мочевиной. Вы можете использовать другие мульчирующие материалы и обработать их вот этой самой триходермой зелёной. Сеную палочку туда класть не надо. Из препарата Бактаген сенная палочка настолько сильная, что противостоит даже триходерме, такому мощному разлагателю целлюлозы и подавителю работы многих фитопатогенных грибов. Те, у кого нету в наличии триходермы зелёной, у него небольшие объёмы выращивания, ну для себя там 1-2-3 куста винограда, конечно, могут использовать измельчённые трутовики, подмешивать их в почву, подкапывать для того, чтобы они стали источником триходермы по нашим рекомендациям, которые вы можете увидеть на канале Процветок. Ну а что касается штаммов сенной палочки, ну надеюсь, вы теперь уже понимаете, что варить сено, добывать дикие штаммы сенной палочки совершенно неэффективно, потому что даже вот эти вот коммерческие штаммы не все одинаковы и не все активны против опасных возбудителей заболеваний. Вот моя схема окончательная должна быть следующая. Молодцы те, кто досмотрели до конца. Это сейчас, вот в это время, когда почки ещё не распустились, используйте наш зелёный состав для обработки лозы по нераспустившимся почкам. Внесение его на поверхность почвы также не будет лишним. Когда почечки начнут распускаться, обязательно используйте или бордоскую жидкость, или препарат ПФК Лерос. Когда листья уже распустятся, комбинируйте препарат ПФК Лерос в рекомендованных дозах, согласно инструкции, с препаратом Бактаген в разведении 1 к 100. Делайте еженедельные обработки, чередуйте ПФК Бактаген, опять ПФК Бактаген. И когда у вас уже появились ягодки, используйте только препарат Бактаген. Хотя бы каждые 12-14 дней. В этом случае вы можете быть уверены в том, что аидиум обойдёт вас стороной. Ну а на почву уже сейчас или чуть позже можете наслоить мощный слой мульчи, который при наступлении положительной температуры 8-10 градусов уже можно вносить в триходерму. Обработайте в жидкой форме или разбросайте зёрнышки препарата триходермин. Зёрнышки такие, ну буквально чайную ложечку на квадратный метр мульчи будет вполне достаточно. Разбросайте. Для того или увлажните, выболтайте стакан этого препарата в ведре воды и равномерненько, равномерненько, равномерненько это ведро воды на 10-15 квадратных метров вы легко можете пролить из леечки для того, чтобы сделать мощную защиту триходермой ваших виноградников. Что ж, это просто, просто немножко хлопотно. Изведя вот этот аидиум, вы можете в последующем использовать только профилактические обработки препаратом бактоген по поверхности почвы и по лозе, и по листве, и по плодам хотя бы каждые 14 дней. Но это уже тогда, когда мощный инфекционный фон, накопленный годами, у вас уйдёт в прошлое. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok